Вятский зоотехнический ветеринарный институт Вятный момент в жизни вуза принимало участие 18 преподавателей и 150 студентов. Образовательная деятельность проходила в главном корпусе, общая площадь которого не превышала 4000 квадратных метров, и в близлежащих зданиях хирургической клиники и кафедр микробиологии и ветсанэкспертизы. Кроме того, институт располагал учебно-опытным хозяйством и животноводческим стадом, состоящим из 166 голов крупного рогатого скота и 52 свиней. 1937 год принес пополнение, когда после закрытия Вологодского ветеринарного института большая часть его студентов влилась в состав Вятского зооветинститута. Сюда же передали и оборудование закрытого вуза. Первым институтским общежитием стало здание бывшего реального училища. Перед войной было закончено строительство большого общежития на Октябрьском проспекте. Всего за период войны из института ушло на фронт более 100 человек. Самоотверженно трудились преподаватели и студенты в тылу на очистке железнодорожных путей от снега, на погрузке и разгрузке вагонов, на торфоразработках. Несмотря на все трудности военного времени, не прекращалась научно-исследовательская работа. Практически все свои помещения институт передал эвакуированным в Киров оборонным предприятиям и перебрался в здание, занимаемое ныне корпусом В. Здесь же располагались общежития, столовая и вспомогательные службы. 28 августа 1944 года вышел приказ Всесоюзного комитета по делам высшей школы о переименовании зооветинститута в Кировский сельскохозяйственный институт и об открытии при нем агрономического факультета. С течением времени направления обучения становилось все больше. Так в 1952 году открылся факультет механизации и электрификации сельского хозяйства. А в 1965 году проведен набор на специальность экономика и организация сельскохозяйственного производства. В 1980-е годы институт продолжал активно развиваться. Были выведены сорта злаковых культур. Азимая рожь нововятская, лен-долгунец, василек, батист. Азимая рожь номерная. Создан бактериальный препарат Биосан. В 1988 году создан учхоз с опытным полем и 7 сельскохозяйственных предприятий области с более чем 20 тысячами гектаров пашни, 8 тысячами голов крупного рогатого скота, немалым количеством свиней, овец, пчелосемей. Начало 90-х годов едва ли не самый тяжелый период в истории ВУЗа. Главными задачами в создавшихся условиях стали сохранение института как центра высшего сельскохозяйственного образования в Кировской области. Обеспечение приема студентов в соответствии с контрольными цифрами и подготовка специалистов сельского хозяйства в новых условиях функционирования агропромышленного комплекса. Эти задачи в целом успешно решал коллектив института. День 22 ноября 1994 года является важным для истории нашего ВУЗа. Он стал академией. Значительно вырос конкурс на все специальности. По показателям, Вятская государственная сельскохозяйственная академия вышла на третье место среди сельхозвузов страны. В конце 20 века некоторые факультеты претерпели изменения в названиях. Например, ветеринарный факультет стал факультетом ветеринарной медицины, зооинженерный факультет — биологическим, а факультет механизации сельского хозяйства — инженерным. Начало 21 века стало для Вятской государственной сельскохозяйственной академии, как и для всего российского образования, временем перемен. Был осуществлен переход к приему абитуриентов по результатам единого государственного экзамена, переход к бакалавриату и магистратуре. Остро ощущались последствия демографического спада. Тем не менее, академия удалось сохранить свои позиции одного из ведущих высших учебных заведений региона. Мы гордимся нашей Вятской государственной сельскохозяйственной академией и надеемся, что ее история будет длиться еще не одно столетие.